Алексей Барановский, адвокат, представитель съезда народных депутатов России, с нами на связи. Алексей, приветствуем. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Фридом, здравствуйте. Да, добрый день, так и хочется сказать. Ну что же, в принципе, это, наверное, очередное звено в этой такой цепочке, которая называется мобилизацией. Госуслуги. Как, как, как? А, госуслуги, да. Ну, госуслуги, действительно. Ты живешь в государстве, которое тебе оказывает услуги, а ты должен в ответ тоже оказать услуги. Ну, я так понимаю, так думают, в частности, в Кремле и так думают в Думе. Как теперь будут вручаться повестки? Мы немножечко материально нашим рассказали и вспомнили о том, как Госдума все-таки приняла законопроект об электронных повестках. Хотелось бы у вас спросить, ну, в принципе, как вы считаете, Алексей, это что вот такое решение со стороны Госдумы? Это очередное звено в госуслугах, как вот Сергей мне, мой коллега, добавляет. Ну, информационный ресурс. Прислали тебе месседж, все. Что это такое? Это способ быстрее так охват, да, сделать больше все-таки тех, кто должен быть мобилизован. Либо же все-таки, если говорить без сарказма, это, ну, очередной аспект серьезных ограничений, которые теперь будут дополнительно к тем, которые были, работать в Российской Федерации. Вы знаете, без сарказма про Российскую Федерацию уже давно очень сложно говорить, потому что все, что там происходит, это такая антиутопия и театр абсурда, если честно. Госуслуги, да, действительно, вот такие госуслуги побыстрее вас отправят на тот свет. Ну, сначала, значит, в армию, а потом на тот свет. Такая вот очень не самая приятная для граждан госуслуга. Ну, да, действительно, мобилизация не прекращалась. Теперь она вот в такой хитрой форме, значит, электронной повестки. И пока что это все на срочниках, значит, обкатывается. Но все понимают, что по мере роста потерь России в Украине будут мобилизировать, заставлять подписывать контракты не только молодых людей, но и все выше, выше и выше. Собственно, знаете, вот еще там в первый срок, в начале второго срока Путина, когда вот был закон Димы Яковлева, когда запретили, значит, иностранцам усыновлять детей, был такой лозунг в оппозиции «Путин ест детей». Так вот сейчас он опять актуальный, поскольку вот более чем актуальный. Контракты с армией можно теперь подписывать с 18 лет. То есть это фактически такие вчерашние дети. И если не усыновление – это не равно смерти, то, значит, призыв мобилизации в российскую армию – это равно смерти. И Путин действительно уже ест своих российских детей. Алексей, а вот смотрите, кроме прочего, поправки предусматривают создание в России единого реестра военнообязанных на как раз базе государственного информационного ресурса под названием, собственно, госуслуги. Да, если говорить без, опять же, сарказма и иронии. Данные о гражданах, в том числе место жительства, идентификационный номер, номер телефона, сведения о водительских правах, ну не правах, о водительском удостоверении и так далее, будет предоставлять как федеральное ведомство, например, МВД, Минпросвещение, Федеральная налоговая служба, так и Социальный фонд России, а также вузы, работодатели и другие организации. То есть, я так понимаю, что даже если удалиться из этих самых госуслуг, например, человеку и уехать в какое-то глухое село, то все равно не поможет, потому что все равно данные там уже есть. Они могут быть переданы. И что еще примечательно, что бумажные повестки не отменены. И они не будут отменены, но теперь их можно будет отправлять заказным письмом. И такая повестка теперь, по сути, будет считаться, что ее вручили, даже в том случае, если гражданин отказался ее получать. То есть, как это получать? Ну, то есть, вначале, по электронному реестру можно ли вообще как-то стереть о себе электронный след? А второе, а если и правда, он ее не получал, как доказать, что не получил эту повестку, если бы отправили, например, заказным письмом? Ну, смотрите, Россия, значит, она гордится своими духовными скрепами. Вот возвращение крепостного права, правда, цифрового, такого электронного с реестром, это вот одно из достижений, значит, скрепоносных таких. То есть, это такая пасконная русская традиция, значит, распоряжаться своими людьми, как крепостными холопами и так далее. Это все возвращается, вот как они любят особый путь. Что делать гражданину? Я вот, кстати, из госуслуг не удаляюсь на всякий случай. Я жду, когда мне пришлют повестку, я им в ответ пошлю удостоверение, что я уже почти год, больше года, значит, в территориальной обороне Киева. Вот будет у нас такая забавная переписка, я надеюсь. Ну, в общем, а что, ну, не удалять, на самом деле, никому не надо, чтобы быть вовремя предупрежденным, что государство имеет на тебя виды. Поэтому я, значит, не советую, на самом деле, удалять. Это лучше все-таки получить от них такую повестку, чтобы знать, по крайней мере, что если ты, например, за границей, то возвращаться тебе точно не надо. А если ты еще не за границей, значит, что тебе надо срочно куда-то прятаться. На самом деле, если люди массово будут игнорировать просто эти повестки, ну, никаких там участковых, полицейских сил и так далее не хватит, чтобы всех, всю молодежь затащить силой в военкомат. Ну, а опять же, знаете, вот тут тоже такая есть росхожая фраза, что Россия – это страна победившего ГУЛАГа. Ну, а раз ГУЛАГ действительно победил, то и действовать нужно так, как заключенные, которые находятся в тюрьме. Вот если там тебя прессуют в камере, невыносимые условия, там, пытки и так далее, что делают заключенные? Они просто вскрывают себе вены, чтобы из-под пыточных условий попасть, например, в больницу. Ну, вот и призывник. Если ты никак не хочешь, тебя силой не затащат. Ну, если тебя уже силой понесли в военкомат, ну, вскрывай вены. Вот только так. Потому что они-то играют на чем? Они на запугивании играют, что люди сами туда ногами приходят, а дальше их отправляют уже в армию. То есть на каждом этапе ты просто не должен попасть в военкомат. Любыми способами. Ну, вот в сюжете говорили, там, пишите заявление на альтернативную гражданскую службу. Ну, если это поможет, это, понимаете, в правовом государстве можно написать заявление и что-то там не попасть в армию. В России нет. Значит, ты должен просто физически не попасть в военкомат. Любыми способами. Прячась, значит, не проживая по месту прописки, вскрывая вены, что угодно делая, просто туда не попасть и не отправиться на смерть в Украину. Вот такие реалии. Да, я думаю, даже дешевле будет все-таки за неявку по повестке заплатить административный штраф от 500 до 3000 рублей, чем попасть на больничную койку. Потому что лечение, мне кажется, Алексей, все-таки лечение как раз дороже обойдется, ну, если использовать те методы, о которых вы сейчас говорили. Я просто дополню также, так, призывник за неявку по повестке, я цитирую как раз сейчас и законодательство Российской Федерации, может получить предупреждение или административный штраф, как я уже сказала, от 500 до 3000 рублей. Если проигнорировать повестку несколько раз, то могут возбудить уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу по статье 328 Уголовного кодекса Российской Федерации. Но также я себе все-таки информацию немножко посмотрела. Если приговоры с реальными строками лишения свободы пока не было, если мы говорим как раз об этом аспекте, наказание ограничивалось лишь штрафами. Штрафы действительно были, пока количество действительно посчитать невозможно, но достаточно много было уже тех, кто все-таки не явился и заплатил административный штраф. До выплаты штрафа и погашения судимости призвать человека в армию, внимание, нельзя. Поэтому еще один совет, каким образом можно все-таки на определенный срок отсрочить свой приход на территорию суверенного государства. Я всегда на этом акцентирую внимание. Ну и потом, дайте, таким образом, как мы сегодня уже и говорили, не получить билет в один конец. В принципе, мы это видим по цифрам, которые каждый день озвучиваем в сводке от Генерального штаба вооруженных сил Украины. Давайте мы тогда еще, Алексей, с вами продолжим. Благодарю, что уже ответили, для чего это делается. Но если мы говорим в общем, я так понимаю, что Российская Федерация все-таки планирует долгую войну, и об этом уже многие говорят, да, и многие анализируют эти процессы. Но исходя из того, что все больше людей хотят призвать, я так понимаю, что, ну, это, наверное, сроки мы даже не можем озвучивать, для каких терминов проводится такая мобилизация. Как вы считаете, могут ли возникать, сейчас начать возникать вопросы у общества российского в отношении, а для чего столько призывать еще дополнительно ресурса человеческого для ведения военных действий? Либо же все-таки этот вопрос уже он канул в лето, и никто его не задает? Вопрос не задают, потому что все знают на него ответ. Просто между знанием и действием там большая пропасть. Все понимают, что это война, что это несправедливая война, что это путинская персональная авантюра, поддержанная его там старческим комитетом. Ну, никто ничего не может сделать, все боятся что-либо делать, и единственное, что они теперь пытаются, граждане России, это самим не попасть в этот замес, в эту мясорубку. Сейчас вот под ударом, значит, молодые люди, 18-30, но все понимают, что это сейчас на них обкатают, как вот на жителях отдаленных регионах первый год войны призывали же из малых всяких деревень, городов, из провинции, из глубокой. Сейчас все это шире и шире по всей стране идет. Ну, в общем, все понимают, что там шаг за шагом все это более широкие слои населения затрагивают. Но у всех такая стратегия, авось принесет, авось пересидим, значит, авось заберут соседа, а не меня. Ну, лягушку варят, так сказать, на медленном кипятке. Я уж не знаю, сможет ли российское общество выпрыгнуть из этого, из этой кастрюли. Ну, пока что не видно того, чтобы что-то серьезное это, во что-то это вылилось, кроме вот таких индивидуальных попыток спастись, там, выехав за рубеж или просто спрятавшись внутри страны и каким-либо образом не едя военкомат. Кстати, а помните, как Путин обещал, что воевать с Украиной будут только профессиональные военные? Ну, а спустя год Россия закрывает границы для мужчин, которые годятся для фронта. Медуза состояла, ну, я бы сказал, если бы это был Twitter, то тред замечательный, буквально коротко. В начале, о чем говорил еще в начале марта прошлого года Путин, что в спецоперации в Украине принимают участие только профессиональные военные офицеры и контрактники. Потом повторял, что в боевых действиях не будут участвовать и не участвуют солдаты срочной службы. Потом признал, что такие срочники участвовали. Потом пресс-секретарь Песков, президента России, говорил, что в России не будет мобилизации. Затем 21 сентября оглашают эту частичную, так называемую, мобилизацию. Да, ну и потом 31 октября сказали, что закончилась мобилизация, хотя мы знаем, что она не заканчивалась. Ну а уже 11 апреля во втором и третьем чтением как раз пакет поправок, которые радикально усложняют уклонение от военной службы, которые мы сейчас обсуждаем. То есть следующее заявление, вот Песков, например, говорит, а президент еще не подписал, значит точно подпишет, правильно? Ну, конечно. Во-первых, искать какую-то логику в заявлениях официальных лиц российских давно нет смысла, потому что они друг другу противоречат. Противоречат и в один момент, и спустя несколько дней. И для международных, значит, инстанций и партнеров, так сказать, заявляется одно, внутри общества, внутри страны заявляется другое. Но то, что им верить нельзя на слово, это российское общество прекрасно знает. И именно поэтому, собственно, вал выезда за рубеж начался еще в самом начале, еще когда было непонятно, будет, не будет, мобилизация в какой форме она будет, люди поняли, что пора валить. И кто смог, тот и уехал. Собственно, многие не уехали просто потому, что не смогли, и теперь будут прятаться внутри страны. А то, что ориентироваться при этом на официальные заявления абсолютно бессмысленно, это бесконечная информационно-психологическая операция, направленная на свое население, это все прекрасно понимают. Поэтому они ориентируются скорее на вот те самые, знаете, видосики, которые записывают уже мобилизованные, которые там холодные, голодные, один автомат на 10 человек, никакой нормальной формы, значит, военной ничего нет. Вот на это люди ориентируются, потому что, так сказать, такие же, как ты, значит, бедолаги, которые там, типа, не смогли откосить от армии. Вот на их слова они ориентируются. А то, что там люди в костюмах, в пиджаках уверяют, ну, это все понимают, что грош цена этим заявлениям. Алексей, еще хочу вас спросить о информационной составляющей, ну, потому что мы прекрасно понимаем о том, как работают и социальные сети, точнее, они работают в Российской Федерации, от тех предпосылков, которые сейчас уже есть для закрытия и блокировки Ютуба. Но работает Телеграм. И я вам хочу сказать, что, ну, достаточно ресурсов, Телеграм-каналов, которые и чатов, которые предлагают, каким же образом можно себя, ну, скажем так, ограничить от мобилизационных процессов. В частности, вот вы знаете, я вчера зачиталась, скажу честно, сейчас не на уровне там рекламы и так далее. Пацифисты. Это Телеграм-канал, который много рассказывает о том, каким образом защитить себя от призыва мобилизации, как вручают повестки. Ну, это, скажем так, разъяснительная работа. Также в нашем эфире мы очень часто общаемся с представительными организаций «Идителесом», так она называется. Как раз тоже «Идителесом» занимается вопросами, как избежать мобилизации в Российской Федерации. Я к чему веду? То есть этих ресурсов достаточное количество, да, ну, десяток так точно можно посчитать, которые рассказывают, каким образом можно избежать мобилизации. Ну, и скажу так, что авторы, в частности, в большинстве своем, это россияне, которые либо же выехали, либо же, ну, скажем так, выехали до 21-го числа прошлого года, до 21-го сентября, которые кто-то позже выехал и так далее. Скажите, пожалуйста, почему еще руки кремляне добрались до таких телеграм-каналов, которые сегодня помогают жителям Российской Федерации избежать мобилизации? Либо же это процесс ближайшего времени, как вы думаете? Ну, конечно, гайки будут закручиваться дальше. Если до кого-то не добрались, это, как известно, не ваша заслуга, а их недоработка. Конечно, проще зачистить там ВКонтакте, который абсолютно прозрачный для российских спецслужб. С телеграмом сложнее, но будут, значит, подбираться и к нему уже. Есть прецеденты, что там деанонимизируют авторов анонимных каналов, потом привлекают их к какой-то ответственности. Этот процесс будет продолжаться. Ну, кстати, можно обратить внимание, что помимо вот этих советов, значит, полезных, в принципе, о которых вы говорите, в тех же телеграм-каналах в закрытых, значит, распространяются объявления уже такие, знаете, коррупционные направленности, что там вот поможем там уклониться от мобилизации, от призыва в таких-то, допустим, районах крупного города, там Санкт-Петербурга, например, вот я видел объявление, да. То есть вот одна из целей задач этого реестра, о котором мы говорили, призывников, как раз для того, чтобы попытаться побороть коррупцию, чтобы это не один военком в своем каком-нибудь районе решал, кто идет, кто не идет. А теперь уже в реестр ты попал, значит, уже военком ничего не порешает, тут коррупция немножко размывается, то есть тут либо она будет до момента попадания в реестр, то есть вот есть предварительный какой-то список, и вот в этот момент, чтобы не попасть из этого предварительного списка в реестр, вот тут коррупция возникнет, да. Потом, наконец-таки, смогут заработать, я думаю, значит, врачи, такая многострадальная, значит, социальная прослойка в России, потому что от врачебных комиссий теперь очень многое будет зависеть, и, соответственно, там тоже появится коррупция. То есть и вот в телеграм-каналах уже вот эти коррупционные объявления появляются, это значит, что, ну, хоть какие-то, хоть такие, какие есть, но способы борьбы российское общество внутри себя разрабатывает, ну, коррупция, значит, коррупция, если по-другому никак то лучше так, чем идти умирать в Украину. Скажите, еще весенний призыв проходит в России в обычные сроки с 1 апреля по 15 июля, коснется он россиян в возрасте от 18 до 27 лет, но что еще примечательно, что закон о поэтапном повышении призывного возраста уже внесен в Госдуму, но пока не был принят, ну, там планировалось до 30 продлить призывной возраст, как вы считаете, продлят или нет? Они продлят, только, как всегда, обманут, они обещали нижнюю планку повысить, а верхнюю тоже повысить, но я думаю, они вверх повысят, а вниз забудут, потому что уже же разрешили, Госдума разрешила контракт заключать с 18 лет, то есть как вот школу закончил и пошел в армию и умер, значит, все, то есть я думаю, они вверх будут повышать, а внизу это вот как бы забудутся так, в кавычках, и поэтому будет вот от 18 до 30, а потом и выше, я думаю, 35, почему нет? Алексей, благодарим вас за участие в нашем эфире, за конструктивный анализ, обязательно увидимся, Алексей Барановский, адвокат, представитель съезда народных депутатов России, был с нами на связи, и дорогие друзья, напоминаю всем вам, потому что телеканал Freedom, в частности, для многих россиян сегодня является таким правозащитным сектором, что очень важно, чат будет для связи с редакцией телеканала Freedom, пожалуйста, находите, все легко и просто, сообщайте о нарушениях ваших прав, предлагайте темы для наших материалов, давайте таким образом правда прорвется, мы сейчас, дорогие друзья, должны... Могу привести еще одну короткую цитату в завершение, да, очень коротко, правозащитник Иван Павлов объяснил, что шансы россиян избежать призыва теперь к зале серьезно урезаны, единственная возможность, это как можно быстрее уехать, но времени остается очень мало, если этот закон вступит в силу, он будет работать уже с конца этой недели, с 10 по 16 апреля.